приветствую любители москвы вы смотрите передачу московские железнодорожные платформы ну и вот видите как-то немножко выпустили мы новую платформу марина роща вот метро посмотрели новые станции метро а тут еще вместе с этими станции метро 2 марта 2023 года то бишь этого да ну получается уже два месяца назад открылась еще и платформа марина роща вот она на алексейской сведительной ветки но пока это одна платформа на которой сейчас я стою соответственно один на ту сторону проезжает в�тички сторону на нахабин а другие соответственно курс к рижски диаметр до другие соответственно сторону подольска вот туда утл нахабина справа и слева он под 20 ну тут смотря как смотри там но там строится еще две платформы а вот вон они там давить или и строительство вторая платформа будет уже по 4 диаметр то есть видимо здесь будут по-прежнему основывcek электрички 2 диаметра на этой платформе. Где я сейчас нахожусь, открытый. Вот на той платформе будут останавливаться электрички 4 диаметра, то есть Киевско-Нижегородского. То есть от Апрелевки до города Железнодорожной. Ну, а там еще будет 3 платформа. Ну, там будут останавливаться приградные электрички, которые не входят в диаметр. То есть дальний пригород, скажем так. Дальний приград электрички в ней вот эти 2 и 4 диаметры. Вот это Алексеевская ветка. И платформу здесь хотели открыть, надо сказать, район Марина Роща, поэтому, собственно, Северо-Восток Москва, поэтому так и называется платформа. Ее хотели открыть еще в 2010 году, после того, как открыли платформу, станцию метро Марина Роща, которая салатовой ветки, небольшой кольцевой, а салатовой. И хотели тогда уже начать строить, но в итоге строительство началось только через 10 лет. То есть в 2020 году начали строить платформу, когда, соответственно, решили тут, так сказать, объединять МЦД-2 и МЦД-4 на этом участке. Ну и тогда поняли, что как бы здесь тоже нужно все-таки построить какую-то платформу. И, в общем, в итоге строительство началось в 2020 году и вот закончилось, получается, в 2023 году. Ну здесь все как обычно, да, стандартно. Ничего такого в этой платформе, может быть, какой-то изюминки, на мой взгляд, нет. Такая серая, обычная, чисто функциональная платформа, без каких-то, скажем так, особых достопримечательностей. Как видите, конкорс здоровенный, который перекрывает тут, наверное, чуть не половину платформы, но большую ее часть в середине находится. Через которую, собственно говоря, соединяется вот эта платформа. Ну а потом будут и другие платформы соединяться. Вот строящаяся, вот эта вторая, за ней третья платформа. Эти две островные платформы. Ну а там, ну не знаю, может быть и береговая будет, может и островная. Наверное, все-таки береговая. Вот, ну, то есть вход будет прям непосредственно с улицы, без конкурса. Ну, просто через турникетный зал. Ну, посмотрим, пока вот такая ситуация, да. И, значит, вот таким образом идет соединение с городом, да, с выходом в город. Вот. По одну сторону там раньше была, ну, не то что промзона, но небольшая такая, да, можно сказать, промзона. Хотя, по большей части, там всегда были склады и гаражи. Ну, бетонный заводик работал. Вот. Потому что там вот Веткина улица проходит, чуть подальше Веткин проезд. Когда-то там Царская ветка проходила. Вот. И тут вот между двумя железными дорогами там проходит еще одно направление, Ленинградское направление, Октябрьская железная дорога там проходит на перегоне между Рижской и Останкино. Вот. И там вот между двумя железными дорогами, вот эта Алексейская средней веткой, и, значит, вот Ленинградским направлением, там, в общем, скажем так, такая была небольшая, скажем так, ну, не столько промзона, сколько такая, по большей части, складская территория, но с небольшой такой промышленностью, в виде в основном там бетонных предприятий, бетонных заводов, строительная такая отрасль, да. Вот. Ну, сейчас я не знаю, по-моему, там уже ничего не работает. Хотя вот из электрички я видел такие бетонные мешалки, может быть там все-таки какой-нибудь бетонный заводик до сих пор и работает. Вот, на этот вот конкурс, да, видите, здесь тут же идут турникеты, скамейки. Пока это МЦД-2, ну, соответственно, скоро будет еще МЦД-4, да. Проходим и дальше, соответственно, вот идем на выход идет ко второй улице Марьино-Роща, ну и, соответственно, параллельно и, собственно, к метро Марьино-Роща, который, правда, находится, в общем-то, ну, не прям, вот не примыкает, скажем-ка, к этой платформе. Ну, вот так это выглядит из окна. Вот, ну, растения тут все искусственные деревья, да, вон она, вторая улица Марьино-Роща, отсюда видно, да. Там идет строительство реновационного дома. Ну, тут пока еще, конечно, разоргутся, гаражи стояли, часть снесли, но часть вот там еще остается, не знаю, снесут их, не снесут. Ну, пока какая-то часть есть, но довольно много гаражей тут снесли и по одной, и по другую сторону железной дороги. Вот там Шереметьевская улица, конечно, самая главная, вот видите, по эстакаде, как раз по мосту проходит она здесь. Вот, который соединяет всякие улицы, проезды, преимущество проезда Марьино-Роща, Ежи-17 всего. Ну, это вот, ведь советские дома тоже, видимо, конечно, неудобства большие для жителей. И так-то железная дорога тут, ну, сама по себе, конечно, создает определенный, так сказать, дискомфорт. Ну, а тут еще, когда и стали строить платформу, там, около трех лет, еще продолжает строить, да, она продолжает строиться, этот остановочный пункт, скажем так. То, наверное, еще больше стало тут, конечно, всяких звуков, стуков, неудобств. Рабочие постоянно ходят, конечно, довольно такое место стало. Если раньше тут наоборот, место такое было, ну, да, железная дорога, она, конечно, досаждала, но место было такое довольно глухое, в принципе. Ну, по сути, тупиковое, то есть тут вообще были, основно, только свои. Чужаки тут редко появляют, что тут делать-то, собственно. Ну, кто жил тут и все. А сейчас, видите, ну, поскольку открыли платформу, тут уже, конечно, большой поток транзитных, скажем так, пассажиров появился. Вот, ну, вот эти, видите, конкурсы, конечно, они много времени отнимают на все эти проходы-переходы. Вот, конечно, все это очень активно превозносится, как это прекрасно, но с другой стороны, еще раз повторюсь, что это балка о двух концах. Ну, вот это вторая улица Марина Роща, там же седьмой проезд Марина Роща, тот отходит. Ну, и вот это дом по реновации, который не так давно начали строить, я уже, наверное, пару раз его показывал. Ну, вот сейчас в таком состоянии, 24 этажа хотят построить. Вот, это дом будет по Шереметьевской улице числиться. По-моему, Шереметьевская, 16 его адрес будет. Вот, и хотят его построить в следующем 24-м году, достроить уже и сдать в эксплуатацию. Ну, судя по тому, как, какими темпами все идет, это вполне реально, по-моему. Ну, тут же плитку, конечно, делают, это все понятно, куда же без нее. Вот, и вот такой сейчас мы еще, собственно, с вами дойдем до вот этого. Ну, до Большой Кольцевой Линии, кстати, тут не так уж далеко идти. Ну, да, наземный переход, объясняя это тем, что, так сказать, тут как бы, в общем-то, ну, не состыковка была, да, в сроках постройки метро, а по, и, соответственно, срок постройки платформы. Ну, как-то так, не совсем состыковали. Вот, но с другой стороны, в этом есть определенные преимущества, в чем оно заключается. В том, что, ну, скажем так, все-таки, видите, пока тут народу не так много, хотя, конечно, в часы пика, безусловно, народу намного больше было, чем сейчас, просто в обычный выходной день, вот, и тем более в середине дня. Но потом на река поток людей все больше, конечно, будет сюда приходить, так сказать, платформа будет становиться все более популярной, она уж не так давно была открыта, вот, и, в общем, как-то вот это пространство, оно позволит все-таки как-то эти потоки, чтобы не все там, так сказать, вот, скучивались, да, вот, ну, вам пример, допустим, платформа Славянский бульвар, да, на река все знаете, какие там бывают огромные пробки, там просто даже войти тяжело, вот, подземный переход, когда электричка приезжает, и вот все туда идут, прям огромные толпы, и там прям вот буквально как бутылочное горлышко все скапливаются, там эскалатор, он еле, еле едет, очень медленный эскалатор, ну, как и многие сейчас, и там очень тяжело, вот, такая тяжелая ситуация складывается, вот, часы пик, просто очень много людей, и не выдержит буквально вот это все, с трудом все работает, ну, а здесь, видите, все-таки есть пространство, грубо говоря, где как бы разгуляться, да, то есть, за счет этого, так сказать, как-то вот людской поток, он будет не сгруживаться, как бы, вот в одно место, да, а все-таки как-то немножко вот тут вот разреживаться, вот, ну, вот, собственно говоря, вот этот вестибюль, параллепипед, который недавно я показывал, когда была прогулка около этой станции метро Большой Кольцевой Линии, вот, так что, ну, сколько здесь, вот, ну, 3-5 минут, в общем-то, так вот, если взять платформу, ну, за 3-5 минут спокойно можно, в общем, дойти обычным шагом, если вы не инвалид, там, не с клюшкой, не очень тяжело, там, с ногами не болеть и так далее, ну, тогда вполне за 3-5 минут дойти можно, но это, конечно, имеется именно до Большой Кольцевой Линии, если же, конечно, речь идет уже именно о Салатовой ветке метро, то есть, Любинско-Дмитровской, вот, кстати, университет, в общем, управление какой-то бизнес-университет частный, вот, то, конечно, тут значительно дальше идти, это уже почти полкилометра получается, ну, и тут уже, понятно, за 3-5 минут не дойдешь, то есть, тут как-то либо надо в это метро заходить, и там уже через переходы, ну, либо надо туда дальше идти за это здание, ну, я проходил как раз, да, мы вот шли от этого в вестибюле до, так сказать, того, который находится на улице Свящевский вал на перещине Шереметьевской, то есть, это довольно-таки далеко, конечно же, тут уже минут 10 примерно понадобится идти, ну, как-то так. Так что, вот так выглядит новая платформа, ну, как и все остальные новая платформа, она, в общем-то, без лица, платформа без лица, ничего такого в ней, в принципе, какого-то примечательного нету, но чисто функционал, да, зато, с другой стороны, вот, теперь можно через нее добираться, если что, то как-то попадать в другие районы Москвы, тоже пользоваться, вот, а когда еще четвертый диаметр запустят, то и тем более ее значение еще больше возрастет, эта платформа. Ну, вот так что, вот, будем считать, что эту платформу мы посмотрели. Ну, она пока еще строится, поэтому, она еще, еще две платформы пока не построены. Ну, уже более-менее понятно, как все это будет выглядеть, ничего там такого, я думаю, ну, в принципе, мы не увидим, когда построят две платформы, ну, просто будут еще две и все. А выглядеть они будут примерно так же, как и это. До новых встреч.